всем привет вы на канале chaplin коллектор и сегодня у нас будет еще один выпуск по энчанте мало столько на этот раз это уже будут не коробочки а шоколадные яйца тоже от конфитрейт шоке токи здесь у нас молочный шоколад и игрушка кстати в этих яйцах я сегодня узнала используется молочный шоколад бельгийского производства и давайте рассматривать коробку значит у нас здесь девчонки энчантимус нарисованы просто арты логотип шоке токи логотип энчантимус с обратной стороны у нас как всегда есть логотип конфитрейт и дата выпуска этих яиц у нас 1 июня двадцатого года то есть коллекция тоже достаточно свежая но с другой стороны коробки мы с вами видим игрушки которые нам сегодня будут попадаться это уже вот такие вот маленькие фигурки я еще пока не знаю с чего они сделаны будем вместе с вами рассматривать и проверять и в этой серии точно также как и в серии в светбоксе 10 фигурок то есть 5 девочек и 5 питомцев слоган этих яиц удивлять приятно поэтому сейчас будем открывать и посмотрим насколько приятно они нас удивят что касается обложек у этих яиц их три вида с девочкой олененка такая вот картинка красивая с обратной стороны у нас логотип шоке токи на всех яйцах одинаковый обложка с лисичкой и обложка с зайчиком эти персонажи насколько я знаю попадались в первой серии в светбоксах у меня есть только девочка зайчик но и давайте уже откроем посмотрим на фигурки и сравним их как раз таки по масштабу по размеру и по детализации с фигурками светбокс открываем первое яйцо с олененком как раз таки и сейчас мы с вами узнаем как выглядит эта серия капсулы в этот раз прозрачная так фигурка достаточно крупная и давайте смотреть на вкладыш вкладыш как обычно в шоке токи у нас будет один на все игрушки одинаковый передней стороны у нас нарисовано три персонажа из пяти то есть это девочка павлин зайчик и лисичка и с обратной стороны мы уже можем разглядеть с вами еще раз всю коллекцию и давайте попробуем понять какие здесь у нас животные первое это лисичка потом это зайчик олененок павлин я так понимаю и скунс и первым нам попался с вами заяц давайте ее разглядывать и вот первая фигурка это зайчик и на лице у нее нарисованы только глаза и одна бровь потому что вторая бровь у нас спрятана под челкой качество этих фигурок мне нравится не очень с обратной стороны кстати есть маркировка motel то есть это лицензионная продукция и эта фигурка абсолютно статично и не функционально то есть у нее не поворачивается ни голова ни руки хотя одна рука видите у нее выдвинута вперед и честно говоря на своих исходных персонажей они не очень похожи волосы и платье у нас покрашены в разный цвет но волосы с ушами у нас сливаются и меня такое ощущение что как будто их перекрашивали вручную то есть лицо у них именно из пластика она гладкая а вот волосы уши и платье они как будто раскрашены кисточкой то есть нет конечно следов от кисточки но она матовая и также детализация тут конечно очень слабенькая на платье вообще не понятно что у нее нарисовано похоже на сердечко тут похоже на цветочки которые еле-еле можно уловить и также руки у нее покрашены в тот же цвет что и платье волосы с обратной стороны длинные но непонятно то ли это хвостик то ли это что-то прилипло то ли это вообще хвост в общем я не понимаю мне эта фигурка не очень понравилась давайте ее сравним с фигуркой светбокса примерно вот так они выглядят по размеру относительно фигурок из светбоксов то есть они в два или два с половиной раза меньше но и лица у них совершенно не похоже то есть тут видно что это зайчик и она очень похожа на куклу а тут вообще непонятно то есть то что это зайчик я могу определить только по ушам все остальное мне ни о чем не напоминает единственный плюс наверное этой фигурки то что у нее яркие зеленые глаза ладно давайте открывать следующее яйцо и посмотрим на питомцев может быть питомцы будут поинтереснее 2 яйцо у нас с лисичкой и кто нам здесь попадется мне кажется здесь скунс потому что там что-то темное давайте проверять то и это питомец кстати вкладыш точно такой же то есть у питомцев и у девочек вкладыши одинаковые ну и теперь давайте смотреть на фигурку так ну ой что я не очень понимаю но мне кажется что глаза у нее куда-то точнее у него хотя может это и девочка конечно не знаю в общем у этого скунса глаза куда-то убежали то есть вот этот у нас глаз под дровью все нормально а вот этот у него где-то на щеке возможно это так надо я не знаю если попадутся повторки будем сравнивать питомцы мне тоже не нравится во первых тут также есть логотип motel во первых нет а во первых то что они одного цвета и очень плохая прокраска то есть он черный на нем на мазюкана белой краской на хвосте еще более-менее на загривке уже а глаза вообще еле видно уши тоже не детализированные вообще плохая прокраска и если не было бы наверное вот этих вот белых пятен то вообще кусок черного пластика по мне так то есть фигурка мне вообще не нравится девочка мне кажется даже было посимпатичнее продолжаем третье яйцо яйцо у нас зайчика арты конечно очень красивые но фигурки мои ожидания не оправдали не то чтобы я думала что они будут прекрасными но я думала будет лучше ой так и нам кстати попалась повторка это скунс и глаза у него напечатаны ровнее давайте сравним у этого скунса глаза напечатаны одинаково они оба чуть ниже чем правый глаз 1 но по крайней мере они напечатаны на одном расстоянии и то что у него есть нос ага да там кстати есть молдированный нос и ротик я вот только сейчас заметила в общем очень надо приглядываться по прокраске они примерно одинаковые но глаза видите у них немножко танцуют ну и раз мы начали сравнивать свет боксом давайте я сравню питомца то есть видите он тоже в два раза меньше ну и детализация тут даже обсуждать нечего потому что у питомцев которые кстати такого же размера как и питомцы у самих кукол энчантимолс они намного лучше по качеству по детализации вот моя любимая эта коробка если кто не смотрел выпуск по свет боксом энчантимолс то обязательно посмотрите и поймете о чем я говорю ну а сравнивать вот с этими фигурками их конечно вообще нет смысла продолжим открывать все равно интересно соберется ли у нас сегодня вся коллекция и может быть какая-то фигурка мне например понравится больше чем другие кстати капсула достаточно туго открываются и нам по моему попалась девочка олень у нее фиолетовые волосы но кстати вот тут вот нет ощущения того что ее покрасили именно краской потому что у нее все детали глянцевые и платье и волосы и лицо у нее кстати тоже одна бровь но глаза не такие яркие и не такие красочные они просто черные с обратной стороны волосы у нее намного лучше то есть они длинные тут все понятно и к сожалению похвалить тут больше нечего потому что фигурка достаточно скучно и мне кажется их хорошо наверное было бы использовать для игры в настольные игры в качестве фишек потому что они достаточно примитивные но может быть детям и понравится я не знаю пишите в комментариях я бы такие коллекционировать не стала и я не знаю разглядите ли вы разницу в пластике то что у олененка видите платье блестит а у зайчика она матовая следующее яйцо надеюсь на как можно меньше сейчас будет попадаться повторок и мы с вами быстренько соберем коллекцию так тоже у нас здесь и как вы думаете нам попался еще один скунс давайте посмотрим на глазки глаза у него очень низко то есть как левый глаз у первого скунса то есть глаза у них видите танцуют можно развлекаться и собирать вариантные фигурки по глазам следующее яйцо так нам пока попадаются слишком много скунсов собственно я так поняла что скунс вообще самая популярная фигурка потому что мне в киндер сюрпризе в максе тоже скунсов очень много попалось и попался заяц знаете заяц мне кажется по сравнению со всеми остальными очень даже неплохая фигурка по крайней мере у него четко пропечатаны глаза и брови и принципе он похож на зайца вот так вот он выглядит у него конечно не детализированы ни уши нет цветочки на голове но зато у него хорошо пропечатаны глаза и брови и по крайней мере у моей фигурки они ровные с обратной стороны вот так вот выглядит зайчик у него есть хвостик ушки в общем все атрибуты зайца присутствуют у нас кстати собралась первая парочка и мы открыли половину первой палетки это у нас уже седьмое яйцо и по моему нам попался еще один скунс сейчас проверим нет это девочка нам попалась девочка скунс наконец-таки у наших трех скунсов нашлась хозяйка и ко всем остальным недостаткам которые присутствовали у других девочек тут кстати тоже матовое лицо такой же как у зайчика платье и волосы на платье здесь просто пластиковые волосы по моему тоже матовые и какой тут есть недостаток здесь заусенциям вот смотрите как у нее плохо вырезана лапка конечно можно их без проблем отрезать ножичком но мне кажется как-то это не не здорово и с обратной стороны у нее есть хвостик который тоже не прокрашен мордочку этой девчонки достаточно удивленная немножко чумазый носик и по традиции у нее всего одна бровь и глаза коричневая я по-моему погорячилась насчет того что можно их использовать в настольных играх потому что они достаточно падучие но тем не менее продолжаем так что нам попадется опять что-то черное по моему еще один скунс и дам еще один скунс я была права глаза у него опущены вниз кстати скунс пока единственная повторка который нам попадается следующее яйцо с лисичкой так и по моему нам попался еще один заяц да заяц нам попался заяц пока самая классная фигурка ну как классная самая нормальная фигурка из тех что есть у него опять ровненькие глазки так что за этим все более менее нормально мы между прочим с вами собрали уже половину коллекции или всего половину коллекции в общем нас пять фигурок пока и из первой палетки нам осталось еще открыть три яйца и так что-то опять черные и мне кажется это опять скунс да это еще один скунс но я уже их не буду доставать вы уже поняли всю их красоту и то что они частые по моему нам попалась лисичка да это лисичка и она похожа на зайчика лисичка глянцевая глазки у нее тоже четкие как у зайчика она кстати показывает нам лайк так что обязательно поставьте мне лайк если вам был интересен этот выпуск и вот как выглядит у нас лисичка с обратной стороны но тоже достаточно такая хвост у нее сильно сливается со спиной мне не очень нравится как это сделано ну ладно не будем уж придираться в общем они примерно похожи с зайчиком последнее яйцо из первой палетки так надеюсь нам попадется что-то новое они очередной скунс так это не скунс это ухты это зайчик в смысле девочка зайчик так но с прокраской у нее то же самое то есть у нее платье матовые волосы и уши убираем палетку и продолжаем открывать вторую часть коробки так и нам осталось с вами найти по моему четыре фигурки так и по моему нам попался еще один заяц да это еще один заяц нам еще не попалась девочка лисичка не попались павлины вообще нам и не попался олененок так кто у нас здесь и так еще одна повторка девочка зайчик следующее яйцо я уже начинаю немножко сомневаться что мы с вами сегодня соберем серию и кто здесь так по-моему девочка скунс еще одна до девочка скунс следующее яйцо так олень или павлин хочу павлинов давайте павлидов по моему что там фиолетовое наверное что-то новое не коричневая коричневая это олень сама по себе фигурка олень и кстати неплохая она достаточно такая различимая у нее красивые рога уши но прокраски конечно ему не хватает поэтому из питомцев олень наверное будет моим любимым из этой серии и у него опять-таки ровненькие глазки и он сделан из более-менее глянцевого пластика осталось найти три фигурки хочу посмотреть наверное на павлина то есть на питомцы и по-моему он как раз таки нам попался потому что я вижу что-то голубое вот как он выглядит и если например сравнивать с питомцами монстр хай которые были цветные тоже от конфитрей эти конечно сильно проигрывают потому что питомцы были прокрашены и хорошо детализированы здесь конечно ну тоже павлин по форме неплохой но его хотелось бы раскрасить так две фигурки нам осталось и у нас с вами семь яиц 7 попыток по-моему там что-то опять повторная так девочка зайчик нам еще одна попалась следующее яйцо по-моему девочка скунс я их уже по цвету начинаю узнавать да девочка скунс можно уже будет скоро не открывать капсулы посмотреть и увидеть так тут непонятно что эти капсулы кстати очень туго открываются мне кажется другие капсулы конфитрей так это у нас олень они открывались намного лучше которые цветные они были помягче так осталось кстати всего четыре яйца и нам надо найти еще две игрушки давайте смотреть что внутри прямо не очень тугие так еще одна девочка скунс три яйца и две фигурки нам осталось найти две девочки нам надо найти так всех питомцев мы с вами уже добыли и кто здесь девочка скунс уже дискунс и определенно тренде в этой коробке то есть их очень много если мы сейчас не найдем нужную фигурку так по моему нам девочка зайчик попалась опять то значит мы не собрали коллекцию да нам попалась девочка зайчик но и в последнем яйце что здесь у нас это так по моему опять скунс да опять девочка скунс ну и вот какая компания у нас собралась то есть у нас не попалось две девочки хозяйки павлина и хозяйки лисенка в отличие от цвет бокса когда ты покупаешь целую коробку там скорее всего гарантированно мне так кажется целая серия в особенности если это инчентимос в которых 10 фигурок это очень удобно покупаешь упаковку из 10 коробочек и ты собираешься выбрал серию здесь же серия в шоколадных яйцах не гарантированно как вы уже догадались и нам попалось всего 8 фигурок из 10 что касается качества и детализации этой серии делайте выводы сами мне серия понравилась мягко говоря не очень я расстроилась но если все-таки выбирать фигурки которые мне больше всего понравились то больше всего мне наверное понравился олень и зайчик но и в целом питомцы в этой серии более-менее нормальные за исключением скунса если вам понравился этот выпуск то обязательно поддержите меня лайком подписывайтесь на канал смотрите также другие выпуски пенча антимос киндер сюрприз и свитбоксы если вам интересна эта тема все ссылки на мои социальные сети как обычно в описании делитесь этим видео с друзьями и до новых встреч всем пока а